Вот это шок, ток и гигантское напряжение электросетей. Поэтому давайте покончимся с огнеопасными делами и прочими фейерверками одним решительным ударом кувалды. Околонаучные игры могут, конечно, расширить горизонт и подровнять с землей индустриальный ламшат. Но предупреждать же надо о такой засаде. Прошли те времена, когда приходилось придумывать опасные эксперименты, лишь бы взглянуть одним глазком, покрываясь свинцом. Если честно, это просто жесть, и она налицо. Или вода куда-то сюда. Зато теперь пришло время, и зарядка в теме. И вот уже можно смотреть всем на дерзкий химический опыт, не подвергая себя ни малейшему риску с безопасной соцдистанцией на полной удаленке. Только если хищный кот, монитор не загрызет. А ненаглядный пёс не даст с разбега в нос. На этой позитивной ноте, пожалуй, хватит о работе. Прощаясь с позитивной тётей. На ус мотайте-ка, мужчины. Вот так выходят из машины. Ведь это целая наука, без царапурек и без стука. Смогли бы так. Что ж, карты в руки. Язык, диван, кто привился, тот пацан. Негоже от прививок, братцы, в наше время уклоняться. Как-никак мы, волкодавы, сильны, суровы и красавы. Учитесь пить судьбину звонко, как в стену сильная девчонка. Подходит к делу с головой. Вот это сила и настрой. Примем. К Париже. Бросайте свои тела в набежавшую волну. Раз, два, три. Ведь если не выпьни, то она сама придёт в дома. Встречайте, черпайте и предвкушайте. Туда-сюда, переливая, без смысла, без конца, без края. Прыщи продлевают жизнь. У людей с акне есть одна генетическая особенность. Концевые участки их хромосом длиннее, чем у людей, у которых прыщей нет. Именно от этих участков зависит продолжительность активной жизни человека. Как устроен мир с Тимофеем Баженовым. Сегодня в 11.00 на Ред-ТВ. Военная тайна. Новые выпуски. Женщина, твёрдо уверенная в своей красоте, сумеет убедить в ней всех остальных. СПА-центр 77, 222, 972. А сметану свежую привезут? Привезут. А йогурт натуральный привезут? Привезут. А ещё сосиски со скидкой привезут. Сосиски куриные в самокате всего за 149 рублей. Григорий Лепс. 13 октября. Цветов арена. Белорусская обувь. Финальная распродажа. Вся обувь от 1 тысячи рублей. Большой выбор осенних и зимних моделей. С 28 сентября по 3 октября. Гостиница Барнаул. Площадь Победы 3. Автомобильные аудио- и видеосистемы. Автостиль. Назаринский 3В. Учебный центр проводит обучение электросварщиков с трудоустройством на крупное промышленное предприятие Барнаула. Стажировка на рабочем месте. 250 851. Засекречены списки каждую субботу в 15.20 на Ред-ТВ. Житель Калининградской области решил угнать автомобиль, чтобы побыстрее решить свои дела. Когда инспекторы попытались остановить машину, водитель только увеличил скорость. После непродолжительной погони полицейским удалось задержать беглеца. Молодой человек объяснил, что заметил ключи в замке зажигания припаркованного автомобиля и решил проехать на нем в Калининград, а потом и в Москву. От медосвидетельства не отказался, однако это было и не нужно. Сильно запах алкоголя говорил сам за себя. Теперь угонщик не сможет посетить столицу минимум 5 лет. Именно такой тюремный срок ему грозит. В Ставрополе двое мужчин ограбили магазин бытовой техники на 700 тысяч рублей. В ночь молодой человек со своим сообщником взломал самок входной в двери и проник внутрь. Затем разбил витрину, сложил 10 мобильных телефонов и рюкзак и ушел. Похищенные гаджеты злоумышленник продал, а деньги потратил. Но насладиться богатством в полной мере не успел. Его задержали полицейские. Уголовное дело уже направлено для рассмотрения в суд, а правоохранители выясняют личность подельника и где он скрывается. В Кемеровской области задержали наркокурьера. В распространении запрещенных веществ полицейские заподозрили местную жительницу. Ее остановили автоинспектор, якобы для обычной проверки документов. В рюкзаке обнаружили синтетические наркотики. Девушка призналась, что забрала их из тюрьника в лесу. Задержанная планировала делать так называемые закладки. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за распространение наркотиков и отделалась условным сроком, который теперь станет вполне реальным. Девушка рискует распрощаться со свободой на 20 лет.